Ребята, все в силе, я сейчас стараюсь все авторизировать в этой рандомной программе, и как только сейчас у меня выведутся все комментарии, а их уже две с половиной тысячи благодаря вам, то мы сразу же выходим в эфир. Просто я не хочу занимать ваше эфирное время, пока я там буду что-то... Отправили мы только что посылочку, вот, и победитель скоро все получит. Извините, что это какая-то вяленькая, что, не знаю, в последнее время, наверное, на карантин так действует, вялоподобно, но, тем не менее, я все равно стараюсь вас радовать, и вы помните, что можете в любой момент мне написать директ по поводу рецепта, и бампушек, и хачапуря, сырники, в общем, все-все-все-все-все, вот, я вам расскажу. Настя, спасибо за рецепт с макаронцами! Субтитры создавал DimaTorzok Я готовлюсь к мастер-шефу и заказала пасту с морепродуктами. Смотрите, сколько здесь креветок и какие они большие. Еще я добавила очень много шерерачи и кайфуру. Первая, пока пробую пасту с морепродуктами. И очень приятно удивлена, что овощи, наконец-то, аль денте, они даже хрустят. А во многих доставках, тем более доставках, они уже просто как пошло. Приятного мне аппетита! Вима, у тебя что там? У меня с мориками, а у тебя помешать чем? С овощами и телятиной. Приятно то, что овощей много и телятины много. Ну, то есть, не так, как обычно, что одни большие макароны и очень мало вкусных ингредиентов. А здесь именно прям так от души положили. Ну что, начали смотреться. О, самое интересное. Как приготовить кулинарный шедевр за 3 копейки. Готуй смачно. Навіть у кризу. Наш аукцион – это гра на знижение. Або готует той, кто продешевый. Опа, Толик. 150 гривен. 140. 110. 75. А я бы 20 дала. Просто начинается дичь. 160 я сделаю. Куда бы тебя побыла. Понимаешь? Будь я тебе побыла. Набирать как можно больше блюд, дабы оставить меньше выбора участников. Ой, давай, крады. 30, 30. Куда, брат? Ну, тебе гроши не ешь. Ты нас у черной партии затягуешь. Три. Настолько уже опустили, что ты тупо ничего не сделаешь за тебя, Аптеку. Тупо. Отнимайте. Охрана, отмена. А где сахар? А где сахар? У меня нет сахара. Может, его и выложила на кассу. Как я буду готовить торт? А також профессийные саботажники всех снеданков, обедов и вечеринок. Дети. Дети. Ян Голята в ресторан. Нет. Меня помогает, которого я знаю. Медийный Влад. Вы знаете меня? Да, нет. Где-то его видели. Думаю, что это какой-то профессионал. Привет. Медийный Настя. Вы знаете меня? Кого дети любят больше? Давай, кладшим, галечка. Последняя команда. Такое. Да, главное. А это вам. Одна с бонусами. И нашли уже. Утюсю за веревочки. Утюсю. Чипсы настоящие. Представляете? Чипсы я люблю. Чипсочки. Это психология. Ничего. Как думаете, вся команда выиграет? Да мне как-то не нравится. Помните, как мы с вами договаривались? Кушаем роллы вкуснючие. Смотрим мастер-шеф. Ну что, и кто после этого выпуска скажет, что дети — это не моя парапия? Ну скажите мне. Ну, я же права. Ну если конкурс о детях, то о какой высокой кухне вообще может идти речь? О каких подачах? Всё должно быть ярко, вкусно, понятно. И, естественно, анимация. И, естественно, дети чувствуют негатив, чувствуют, что эмоции подельные. Они чувствуют, что ты не искренний. Поэтому нужно дарить себя так, как будто это твои дети. Что мы с Юльчиком и сделали. Поэтому мы и выиграли. Все от меня сначала ожидали, что я первую возьму в команду Юлю, потом, наверное, Толика. То есть возьму сначала друзей. Но так как я капитан, я должна думать стратегически. И понятно, что как-то делать не просто по дружбе, да, выбирать товарища, а реально по работе. Вот. То есть выбрала себе отличную команду. У нас вообще не было ссоры. У нас вообще не было каких-то разногласий. Мы спокойно всё придумали. Мы спокойно всё обсудили. И единственное, что я сказала потом ещё в конце команды, в конце конкурса о своей команде, что, ребята, посмотрите, это психология. Люди запоминают первое и последнее впечатление. Середину они не помнят. Поэтому мы должны по-любому ворваться первыми и завершить первыми, последними. То есть мы накормили их, дети наелись. Соответственно, им уже всё равно, что будет давать вторая команда или третья. У них уже есть впечатление от нас. Ошибка была. Синяя команда. Мало того, что они готовили очень сложные блюда, очень много компонентные, так они ещё, блин, пытались каким-то образом перетянуть внимание ребят, когда мы с ними общались. Ну зачем это делать? Ну правда, блин, какое-то крысядничество, что ли. А ещё ошибка была в том, что когда нам сказали, что у вас будет 45 минут на выдачу, это 45 минут на выдачу. То есть да, вы можете доготовить блюдо, но не нужно так буквально воспринимать. То есть мы уже всё доготовили, мы уже за полчаса начали всё сервировать. А синяя команда, когда мы только начали уже подавать первое блюдо, они только начали доготавливать. То есть вы представляете, сколько они потеряли? Мы уже давали супы, а команда синих только доготавливала закуски. Вот, поэтому я благодарна искренне всем детюшечкам, которые пришли. Я сейчас обязательно выставлю ещё stories, а завтра ещё пост, что за нас проголосовали. Моё капитанство, моё второе капитанство на проекте, и оно уменьшалось успехом.